Добрый вечер дорогие телезрители, среда 19.45 в эфире национального телевидения программа Народный контроль. И сегодняшнюю тему мы обозначили вот так вот, доля наша. Хотелось бы немножко объяснить. Дело в том, что аж в 218 редакции федерального закона 214 прописаны еще одни новые шаги к защите вот этой самой категории граждан, которая относится к участникам долевого строительства. Но многие эксперты предполагают также, что после вступления в силу этого закона, федеральный закон 214, попросту не будет, да, обманутых дольщиков как таковых, как явление, но вряд ли останутся, скажем так, другие субъекты. Это застройщики. Мы начинаем. Доля наша. Спасибо всем, кто принял наше приглашение сегодня поучаствовать в нашей весьма животрепещущей, на самом деле, да, потому что проблемы крова над головой, крыши волнуют всех, на самом деле. И одна из миссий нашей программы это донести нормальным человеческим таким языком, разжевать, показать на примере, может, тех людей, которые уже преодолевают определенные трудности, с какими трудностями придется столкнуться с тем людям, которые, ну, на правах, скажем так, дольщиков пожелают участвовать в жилищном строительстве. Давайте мы все-таки начнем. У нас право первого лица, у нас Минстрой, Республика представляет Павел Аргунов. Давайте с вас начнем. Ваше видение проблемы? Проблемы именно... Именно, да. Именно обманывающих. Долевого строительства как явление. Ну, закон 214 был принят в 2005 году, и с этого момента вот сам институт долевого участия начал выстраиваться и упорядочиваться. До этого привлечение средств на строительство жилья вообще происходило стихийно, и при этом заключались разные договора, основываясь на, в основном, на гражданском кодексе. И в связи с этим до 2005 года у нас основные обманутые дольщики как раз и возникали в тот момент, когда заключались именно вот такие договора. Они, граждане, не были защищены практически ничем, кроме гражданского кодекса. У нас в тот момент были вот такие застройщики, как социальная инициатива, строй вместе, ТОПРИД, которые обманули очень много людей, и пришлось нам эти все вопросы решать уже в 2012 году в связи с принятием закона Республики о защите обманутых граждан в сфере строительства жилья. Мы в рамках данного закона обеспечили социальными выплатами 399 граждан и частично сняли социальную напряженность. Но даже вот с принятием 214-го федерального закона полностью права граждан не были защищены, и закон из года в год для того, чтобы обеспечить полностью, ну, защитить граждан, он модернизируется. И принятие 218-го федерального закона, это очередной шаг для того, чтобы защитить права именно дольщиков. Дольщиков. Вообще определение такое, ну, очень на самом деле... Вы упомянули 2012 год, упомянули и ранние периоды, и мы помним, что дольщики это такие кровожадные люди, которые только и хотят, чтобы вот того субъекта, который их кинул, скажем так, да, его посадили. Вот на самом деле вот у нас присутствуют дольщики, но к ним мы обратимся позже. Я бы хотел к представителю прокуратуры. Вообще статистика, давайте немножко послушаем, скажем так, тему, да. Сколько вообще в рассмотрении и было обращений подобного рода? Вот меня обманули и все тут. Хотя вроде бы, да, почему государство несет ответственность? Ведь речь-то идет о комическом строительстве, на самом деле. Да, спасибо. С каждым годом у нас поступает достаточное количество обращений граждан в сфере долевого строительства. Значит, по статистике у нас в настоящий момент имеется 15 проблемных объектов. Это у нас такие застройщики, как северностроительная компания, Чаров, ЭК, Теплосервис и другие организации. Значит, каждому обращению нам дается полная оценка всем действиям как застройщика, оценка контролирующим органам, как проверялись, значит, данные застройщики. Но, как вот говорили ранее, проблема заключалась в том, что ранее федеральный закон о долевом участии в строительстве отсутствовал и, соответственно, правоотношения между участниками данного договора регулировалось только гражданским кодексом. На настоящий момент закон регулирует все правообязанности как застройщика, так и гражданина, участвующая в долевом строительстве. И кроме этого, значит, граждане также и могут обратиться в суд самостоятельно. К сожалению, я сейчас вам не могу сказать конкретно, сколько обращений к нам поступило. Нет, ну вы уже сказали, сколько объектов, 15 объектов. Да, я могу вкратце вам рассказать, какие меры у нас приняты. Да, кто пассажи? Ну, конечно, первая работа, первостепенная работа прокуратуры это восстановление нарушенных прав граждан в данной сфере. Значит, во взаимодействии с органами государственной власти, с контролирующими органами проведен большой объем работы. В частности, налажено нормативно-правовое регулирование республиканского законодательства. Это бюджет республики на 2017 год предусмотрено 50 миллионов рублей, которые были направлены в приоритетном направлении на завершение объектов строительства, которые имеют высокий процент готовности, а также осуществление социальных выплат. Кроме этого, законом республики предусмотрены субсидии жилищно-строительным кооперативам, которые созданы пострадавшими гражданами, участниками долевого строительства. И имеется также изменение в земельный кодекс республики, которым предусмотрено предоставление юридическим лицам без проведения торгов земельных участков, которые в последствии юридические лица будут обязаны предоставить не менее 5% от общей площади, от общей жилой площади, жилые помещения пострадавшим дольщикам, либо не менее 30 миллионов рублей на строительство проблемных объектов. Ну, по мерам, как вы сказали, только в текущем году прокуратурой республики выявлено около 100 нарушений законодательства в этой сфере, принято свыше 50 актов прокурорского реагирования. В том числе по материалам прокуратуры органов прокуратуры республики возбуждены уголовные дела. Это у нас в частности уголовное дело в отношении руководителя ООО «Макрас», который в настоящее время отбывает наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии поселения. Уголовные дела в отношении руководителей кооператива «Битяй», где один из руководителей в свое время скрылся от правосудия, но благодаря грамотным действиям правоохранительных органов был выявлен, помещен под стражу, и сейчас в суде рассматривается его уголовное дело. Также имеются уголовные дела по таким проблемным объектам, как Северная строительная компания, Черафика, а также возбуждено по материалам прокуратуры города Якутска уголовное дело в отношении руководителя товара Саха-Якут-Миспрома. Сейчас проведен достаточно большой объем следственных действий, в том числе проведены экспертизы строительно-технические, бухгалтерские, допрошенные свидетели, потерпевшие, а также проведены обыски и выемки необходимых документов. Но на данный момент следственные действия не окончены, и данные уголовные дела будут доведены, как говорится, до ума, будет принято окончательно законное процессуальное число. Ясно. От комментариев воздержимся пока до завершения всех этих мероприятий. Да, конечно. Ну, наверное, бальзам на душу, да, вам о том, что возбуждено столько дел, столько-то выемок документов, столько-то обысков. Конечно, я просто хочу ремарочку сказать еще раз. Я вот обращался к Павлу Анатольевичу, почему речь, когда идет о коммерческом строительстве, государство впрягается, как бы, почему? Ну, потому что вот, когда в 2012 году мы принимали закон, уже вот этих застройщиков не было. То есть социальная сетевая командировка, товарищество социальной сетевая, она уже обанкротилась. Тех людей, которые стояли во главе этой компании, ну, уже осудили, посадили. А самих объектов нет. Ну, то есть достраивать нечего. Люди вложили деньги и остались у разбитого крыта. И, ну, кроме государства, кто еще поможет, кроме республики? Поэтому соответствующий закон был принят, был принят механизм и были выделены социальные выплаты для того, чтобы вернуть вложенные средства. Вот как представитель прокуратуры сказал, в этом году мы данный механизм немножко поменяли и были выделены 50 миллионов рублей, которые мы распределили проведя соответствующий конкурс среди двух жилищно-строительных кооперативов на завершение строительства. В первую очередь, северные строители компании по Каландаршвиле и на завершение строительства 47-квартирного жилого дома ЖСК Стерхпопекарского. Ну, я бы хотела добавить, да, вот то, что сказали коллеги, да. Первоначальным звеном в рассмотрении именно проверок и так далее контролирующим органом является управление государственно-строительного и жилищного надзора, надзор в области долевого строительства. И вот сколько обращений поступает, первоначально поступает именно в орган контроля. И, соответственно, с каждым годом обращение, количество обращений увеличивается. И как только появляется проблемный объект, количество проверок и количество обращений сразу же получается, что контролирующий орган выходит на проверки. Так я могу сказать, вот привести пример того, что Северная строительная компания, как только начались проблемы с 2000, конец 2014 года, в 2015 году было проведено в отношении указанного субъекта более 20 проверок. В 2016 году также были проведены проверки и по итогам этих проверок все материалы были направлены в прокуратуру республики. В рамках межведомственного взаимодействия направляются также управление экономической безопасности. И здесь законодательно установлено, что именно орган контроля не только осуществляет надзор за строительством объектов долевого строительства, при этом он обязан защищать права участников долевого строительства. То есть на вас еще есть социальная функция? Да. Получается, что по нашим полномочиям на управление есть обязанность ввести реестр пострадавших граждан. Соответственно, все заявители приходят сначала в наше управление. И в рамках межведомственного взаимодействия мы, конечно, очень тесно работаем с Минстроем республики. И вся информация о наличии проблемного объекта вся направляется, конечно, в Минстрой республики. И создана комиссия. Межведомственная рабочая группа, в состав которой входит управление Гостроинадзора, Минстрой, представители прокуратуры, управление экономической безопасности МВД. И вот эта рабочая группа возглавляет зампред Никифоров Игорь Георгиевич. И вот создание и непосредственной работы данной рабочей группы очень много вопросов решается очень оперативно и быстро. Вот до создания у нас межведомственного взаимодействия было такое, ну, формальное. А сейчас уже более такие быстрые. 50 миллионов, да, Павел Анатольевич, Намина? 50 миллионов, которые были предусмотрены на помощь, скажем так, самоорганизовавшимся, да, гражданам, которые ранее являлись дольщиками. Там в одном случае ЖСК СТР, в другом случае Северно-строительные компании, да. И они уже по второму разу, получается, как бы вкладывают, осваивают те вот эти средства, которые... То есть этих 50 миллионов, которые вам достались, этого же недостаточно, чтобы закончить ваши, скажем так, проблемные точки. Давайте вот о жизни вашей такой тяжкой немножко. Вы, извините, что я так шучу, на самом деле. Надежда, давайте с вас начнем. Ну, мы собираем дополнительные средства, чтобы достроить дом. По второму разу, получается? Да, по второму разу, как бы, те люди, которые попали, ну, как бы, оформили, грубо говоря, право собственности. Но в нашем доме еще есть люди, которые не хватило квартир. Не хватило? Да. То есть двойные продажи там? Двойные продажи. Двойные продажи были. Да. У, вообще такой урой получается. Да. Но не будь, скажем, такой вот этой вот организации, не будь вашей вот этой самоорганизации, да, в виде ЖСПК, вы бы не получили вот эту дотацию от Минстроя, и вам пришлось бы совсем тяжко. Да, нам бы вообще было почти... Тогда бы почти полностью второй раз оплатили бы за квартиру. Вот так хотя бы половина, да. Хотя бы определенный процент. Да, определенный процент. А если бы нам Минстроя не помог, то... Наверное, и люди бы, многие не захотели вносить повторно сумму. Возьмем. У нас телефонный звонок... А, ну, говорят, поговори еще немножко с Александром. Александр, а в вашем случае, еще раз, вот Надежда говорит, было бы совсем тяжко. В нашем случае тоже такое тяжко было бы. Если Минстроя не помог бы, нам Минстроя осенью... Эй, весной этого года соглашение поговорили, нам обещали 30 миллионов. Мы начали ЖСК открывать, создать сами, и по 350 с каждой квартиры собирать начали. По 350 тысяч? По 350 тысяч. Дополнительно? Дополнительно. К тем средствам, которые вы уже вложили? Да, мы уже свои квартиры полностью оплатили, американские. Он нас оманул, квартиры не достроил, дом не достроил, и мы без квартиры остались. Телефонный звонок готов. Да, я не завидую вообще руководителям, которые по каждому случаю, скажем так, должен отвечать за всю компанию, да? Говорите в эфире. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Не вопрос, а просто хочу вам сказать, да. Я вот дольщицей была. Кооператив был раньше, в 1989 году, энтузиаст. Сейчас построил там ДСК дом, возле Монетаха. И все, я там вложила деньги, 23 тысячи. Тогда еще банком был Якутия. У Бориса Спартака, жена там. И все, я ни с чем осталась. Трехкомнатная квартира была. Полной морали. Компания энтузиаст. На самом деле, очень хорошо, что вы позвонили. Просто данный звонок еще раз доказывает, что кидали и в советское время, чуть ли не в постсоветское время, да, и кидают сейчас, но будут ли кидать в будущем? Вот о чем стоит вопрос. С 1 июля у нас, насколько будут защищены вот эти вот, вот эта вот категория граждан, которые принимают участие в долевом строительстве? Ну, могу сказать, что с 1 июля 2018 года ужесточаются требования в рамках 218 федерального закона, которые несут в себе определенные позиции. В части застройщиков в настоящий момент, то есть в течение 2017 года уже проведена большая работа, и застройщики не имеют права заключать договора долевого участия, регистрировать их в Росреестре, принимать средства без согласования управлением Государственного строительного отзора проектной декларации, как обязательного документа, необходимого для госрегистрации. Отрадно, что управление Гостроинадзора эту декларацию согласовывает только когда есть разрешение на полный цикл строительства. То есть до текущего года такие застройщики, как например, было уже озвучено Черов и Ка, получив разрешение на нулевой цикл, имел право привлекать по договорам долевого участия дольщиков. Впоследствии он документацию по какой-то причине не довел, и эти категория граждан оказалась обманутыми дольщиками. С текущего года эти требования, ужесточающие 214-й федеральный закон, не позволяют нам, застройщикам, приступать к долевому участию, привлекать к долевому участию граждан. С 1 июля 2018 года получается ситуация, когда эти требования будут еще ужесточены. И вот как уже было озвучено вами в начале передачи, возникает вопрос, а будут ли вообще застройщики с 2018 года строить в городе Якутске, а также в республике и во всей Российской Федерации. В связи с тем, что одним из таких требований является, что один застройщик пока не ведет объект в эксплуатацию, к следующему объекту приступать не может. Специфика нашего региона говорит о том, что мы не можем круглогодично осуществлять строительство. У нас все равно процесс приостанавливается, и количество времени, необходимого для строительства объекта, увеличивается. И могу сказать, что те застройщики, которые сейчас есть на рынке, они уже проверили себя не одним объектом строительства. Давайте мы сразу после рекламной паузы вернемся к вашей части. Спасибо. Реклама. Мы продолжаем. Я хотел бы всех участников немножко подинамичнее, потому что у нас остается всего 18 минут. Тема только-только набирает обороты. Мы остановились на очень интересной мысли Гульнары Бураевой. Давайте мы продолжим вашу замечательную мысль. Ужесточение 218-го федерального закона с июля 2018 года, по моему мнению, а также по мнению многих застройщиков, может привести к тому, что такое понятие, как долевое участие, вообще уйдет с рынка. В связи с тем, что застройщики просто не будут иметь возможности возводить свои дома. И 80% застройщиков просто уйдет с этого рынка. Если Российская Федерация не предусмотрит какого-то механизма поддержки уже застройщиков в строительстве объектов, потому что застройщику придется построить объект и после этого только его реализовывать. А стоимость строительства очень большая, что приведет к тому, что застройщикам придется обращаться в банки, получать кредиты под большие проценты и увеличивать стоимость своего строительства в связи с тем, что нам будет придется выплачивать банкам кредиты. То есть если сейчас стабилизация цен на вторичном рынке произошла за счет того, что люди вкладывали свои средства по договорам долевого участия, и это позволяло нам сдерживать цены за счет того, что нам не приходилось брать кредиты в банках, то ужесточение этого закона может привести к тому, что мы просто-напросто не сможем строить. И такими темпами города не будут развиваться. Город, давайте ваше мнение послушаем, Северина. Все-таки вы разделяете опасения того, что есть же градостроительный план, определенный график действий, по которому в таком направлении город развивается, в таком направлении. Вот это все застопорится, да? Ну да, у нас есть такие риски, мысли того, что, естественно, возможно затормозится именно процесс строительства, темпы роста города, темпы роста строительства жилья, и возможно даже снижение количества вводимого жилья. Как у нас по статистике, естественно, мы делаем свои планы. Возможно, мы уже не сможем достигать данных планов. Ну, мы надеемся, что мы не застопоримся, мы будем развиваться, но это уже будет намного медленнее, чем сейчас. В любом конгломерате, вот, сообществе людей, да, я уловил вашу мысль. Не будет вот этих цен 47 тысяч за квадратный метр, да? Больше. Вторичка взлетит. Да, это... Как следствие, количество людей, которые будут иметь доступ к первичному рынку, да, оно резко сократится. Именно это нас ждет. Да. Но вы же начали разговор как раз с того, что почему государство должно решать проблемы, а на самом деле, как бы, здесь взаимоотношения сторон, они регулируются, это гражданско-правовые отношения. И вот ситуация, которая возникла сейчас, да, с обманутыми дольщиками по всей России, она вынудила законодателя пойти на такие меры, поскольку, вот, количество обманутых дольщиков настолько велико, и все это легло на плечи государства, чтобы решали вопросы, поскольку регулирование есть, да, 214-й федеральный закон, как я уже сказала, что здесь еще немножко ложится ответственность и на контролирующие органы, и, соответственно, контролирующие органы, они входят в состав исполнительных органов власти, соответственно, здесь вся ответственность ложится и на государство, поэтому был, законодатель был вынужден уже, чтобы уже решить как-то эти проблемы, да, ужесточить требования. Ну и как следствие, получается, государство выдает дважды, да, то есть сначала государство вкладывает определенные усилия, определенные средства и так далее на защиту, скажем, на восстановление прав тех граждан, которые были обмануты застройщиками, и теперь, чтобы не потерять оставшуюся часть, ну это же экономика, это реальная экономика, это жилищное строительство, это огромный рынок, да, и теперь государство вынуждено будет повернуться, ладно, вот этих вот оставлю, да, в сторону, пускай вот эти живут, которые на самом деле приносят мне деньги. Нет, ну там же в том-то и дело, что здесь... Нет, ну допускаем мы такое или нет? Вот вы трое. Ну критерии как раз-таки сейчас, да, ужесточение требований застройщика. Или останется всего один застройщик у нас по городу Якутску? Добросовестные застройщики должны остаться. Но добросовестных застройщиков слишком высокие требования, да, получается у нас, поскольку Российская Федерация, она имеет вот, ну, климатические особенности, допустим, у нас, да, строительство у нас не ведется круглогодично, а федеральный закон, он определенные критерии определяет для всех одинаковые. То есть в этом плане, возможно, вот все такие вот такие высокие требования, которые предъявлены ко всем застройщикам, независимо от того, работает они ли в центральных регионах, либо там на севере, да, и так далее, где конкуренция не очень высокая. Тут, возможно, да, вот возникает вопрос именно к законодателю, возможно, нужно как-то усовершенствовать этот момент. А что предпринимают сами застройщики для того, чтобы теперь уже свои права отстоять, да? Что, да, мы приносим, мы делаем экономику, мы платим налоги, мы обеспечиваем людей, в конце концов, жильем, да, которое тоже часть функции государства. И доступным, по крайней мере, да? Вот я еще раз говорю, с 47, если до 98 взлетит, это же, извиняюсь, труба будет? Да, это сейчас вот на элитное, вот, в районе вот этого рынка, если взлетит, доступно это такое? Я с трудом представляю, что вообще будет. Мы данную проблему... Что вы делаете? Данную проблему мы озвучили, там, группа застройщиков, общественный совет при Министерстве архитектуры и строительного комплекса. Данную проблему мы озвучили, получается, министерству, также озвучили мэру города Якутска, озвучили представителей в Государственной Думе Данчиковой, о том, чтобы она, исходя из специфики нашего региона, все-таки, возможно, предусмотрела до июля 2018 года внесение каких-то поправок в этот закон с учетом специфики нашего региона. В связи с тем, что у нас нет такого количества строящихся объектов, как в Центральной России, и технологический процесс у нас немножко, он растянут. Не немножко, а раза в три, наверное. Ну, технологический процесс особый, можно сказать, да? Просто другой. Не такой, как во всех центральных регионах, где, например, температура позволяет им строить круглогодично. Есть опыт зарубежных стран, когда, так называемый, застройщик заходит на квартал, на квартал, полностью застраивает ее, потом начинает вот эти вот опции продавать. К этому, видимо, подталкивает? Ну, ситуация у нас, например, в городе Якутске такова, что да, у нас есть несколько застройщиков, которые по договорам о развитии застроенной территории, кроме того, что они строят объекты на этой территории, они взяли на себя такую социальную функцию расселить граждан из ветхого аварийного жилья. Ужесточение данного закона может привести к тому, что тех сроков расселения данных граждан просто не будет. И расселение может будет осуществляться только за счет федерального бюджета. А как вы знаете, за счет федерального бюджета не так много домов может сноситься. То есть только 30% домов, которые сносилось, это за счет федерального бюджета. Остальную лепту вносим мы, застройщики. То есть у большинства дольщиков, у многих, по крайней мере, сложилось представление, что застройщики – это только те, кто несет коммерческую жилку, которые пытаются на этом заработать. Они не вдумываются о том, что, исходя из специфики нашего региона, застройщик, получается, делает инфраструктуру, делает сети, делает дороги. То есть все, что необходимо для нормальной жизнеобеспечения нас, граждан. То есть мы к себе несем, мы и расселяем, мы и строим, мы и усовершенствуем инфраструктуру. И этот закон просто-напросто нам не даст выполнять свою социальную какую-то лепту вносить. Курицу, которая несет, по сути, не золотые, но, по крайней мере, яйца, которые можно скушать и так далее, они ее просто чик-топориком, да? Нет, но при этом можно сказать о том, что среди… Вот вообще у нас в республике такая ситуация сложилась. У нас субъекты малого и среднего предпринимательства. У нас крупных застройщиков, такие, которые могли бы относиться к крупному бизнесу, нет. Таких крупные застройщики работают в центре, в Москве и так далее. А здесь еще что можно сказать? Вместе с субъектом малого и среднего предпринимательства есть добросовестные застройщики, но при этом было очень много маленьких застройщиков, которые строили, допустим, четырехквартирные дома. Тоже договора долевого участия. Но, соответственно, у этого застройщика нет ни уставного капитала, ничего нет. И вот даже вот этот пример, вот Макрос, да? Макрос строил 9 четырехквартирных домов. И вот такие застройщики были. Ну и они до сих пор есть некоторые. И вот от таких мелких застройщиков, которые не могут на самом деле отвечать по своим обязательствам, в принципе, вот это ужесточение, оно немножко как бы, ну, улучшение есть, да? Просто можно сказать о том, что ужесточение требований к застройщику, оно было поэтапное. Оно с 2015 года, с 2016 года, да, вводится изменение в закон. Последние изменения вот были введены как раз-таки вот в июле 2017 года. А товарищи, которые представляют Стерхи и Дабан, да, они, поменяв свой статус, они что приобрели, что выиграли, что потеряли? Можете кто-нибудь прокомментировать? Ну, они получили возможность достроить свой объект путем сбора собственных средств и участия в конкурсе, проводимый нами, для того, чтобы получить средства республики в виде субсидий на завершение своего дома. А минусы? А минусы? Ну, минусы только в том, что они собирают еще дополнительные средства. То есть увеличивают расходы? Да. Но вообще можно сказать, что другого варианта это и не было. Другого варианта и не было, да, действительно. Перед эфиром вы сказали, что, видимо, пора возвращаться вот к так называемым жилищным кооперативам, да? Кто-то допустил такую мысль? Нет, по закону здесь в данном случае можно сказать о том, что по федеральному закону о несостоятельности банкротства есть параграф седьмой. Банкротство застройщика. Специальный параграф, в котором как раз таки, если идет речь о достройке объекта, там только речь идет о создании жилищно-строительного кооператива. Жилищно-строительный кооператив – это объединение граждан, которое могут достроить объект. И по такому пути как раз таки у нас пошли, вот, получается, представители от ЖСК до БАН. Это по закону, это по федеральному закону о несостоятельности банкротства. Это легитимный путь как раз таки достройки объекта проблемного. – Товарищи, все-таки кажется, что мы немножко, как бы разжевав вот эти тонкости вроде бы такого непонятного, да, федерального закона 214, 218-й редакции, немножко подстегнем, может. Еще раз говорю, предложение, когда 47 тысяч за квадратный метр, которые сейчас присутствуют на рынке, да, их больше не будет. И впервые я в такой ситуации, когда вроде бы государство сделало определенные шаги, чтобы решить проблемы одних. И получается, что предпринятые шаги, которые вроде бы на защиту отдельной категории граждан, они с другой стороны вообще есть риск того, что мы отрасли целые лишимся. Ну, 214-й федеральный закон, он из года в год менялся. Менялся много раз. И вот одно из изменений было в виде уже увеличения уставного капитала застройщиков. Вот 218-й федеральный закон, вот это ограничение снял, но ввел другое. То есть закон постоянно модернизируется. И, ну, мы допускаем, что 218-й федеральный закон – это немножко перегиб. И вполне возможно, что законодатель услышит наше мнение. Мы, Минстрой, получив от застройщиков свое предложение, мы соответствующее предложение сформировав, отправили Минстрой России. И все субъекты, не только мы, но и многие другие субъекты тоже отправили. И, соответственно, законодатель, посмотрев эти суждения, вполне возможно, он изменит свое мнение и подкорректирует закон до 1 июля 2018 года. Коррективы в какой части, вот конкретно, вы видите? Ну, мы предложили, например, убрать такое ограничение, как необходимость наличия 10% от стоимости объекта на расчетном счете застройщика в момент получения разрешения на строительство. Это очень большие средства, и не все, не многие застройщики имеют возможность саккумулировать необходимые средства для того, чтобы получить разрешение. Ну, например, вот один дом, он стоит миллиард рублей, да? Многоквартирный дом большой. И для того, чтобы получить разрешение, у него на счете должно быть 100 миллионов свободных средств. Не у всех застройщиков имеются такие возможности, и поэтому вот этот пункт мы предложили исключить или пересмотреть в сторону уменьшения. Или, например, такое требование, что застройщик не должен заниматься иной деятельностью, кроме долевого участия. То есть он не имеет возможности производить строительные материалы, выдавать займы тем же дольщикам, ипотечные кредиты выдавать. И этот пункт мы тоже предложили скорректировать. Также есть ограничения в том, что в период строительства застройщик не имеет права использовать на свои нужды более 1% от стоимости жилого дома. Это тоже такое значительное ограничение, которое не осилит многие застройщики. Поэтому мы тоже предложили этот пункт смягчить. Вот такие рода замечания мы направили, предложения направили в адрес Федерального министерства строительства. Каковы шансы того, что до законодателя дойдет в том или ином виде? Вы же говорите, что все регионы, скажем так, поддерживают. Здравый смысл не есть здравый смысл. Исходя из практики принятия законов и внесения изменений именно в 214 федеральный закон, в него очень много раз вносились изменения. Этот закон совершенствуется. И, следовательно, можно ожидать того, что будут внесены изменения. Поскольку, если, конечно, активную позицию здесь должны проявить сами застройщики, ну и, естественно, мы, как органы исполнительной власти, тоже в этом направлении работаем. И необходимо довести до законодателя, что для регионов это очень высокие требования. Что специфика нашего региона, она... Вы добавить хотели, да? Ну, я примерно то же самое и хотел сказать. Хорошо, давайте подводить итоги. На самом деле, мы сталкиваемся с ситуацией, когда государство, еще раз, я мысли эту допустил, вроде бы, отстаивая интересы, восстанавливая законные права одной категории граждан, поворачивается спиной целой отрасли, да, целой отрасли и рискует получить, скажем так, довольно большой стопор всего развития всего государства. Мы же не говорим конкретно об Якутске только, мы говорим о других регионах, о всей стране в целом, в котором пусть, да, специфика отличается, пусть у нас копают на 12 метров сваи, потом заглубляют определенное время, ждут там и так далее, и так далее. Весь этот цикл растянут очень. На самом деле, я выражаю огромное уважение и признательность именно строителям, которые в развитие нашего города внесли, ну, неоценимый буквально, вклад, да, и, да, конечно, в семье не без паршивой, скажем так, овцы, бывают те, которые, ну, в силу определенных обстоятельств, возможно, не справились сами, возможно, какая-то жажда наживы их потолкнула и так далее. Мы не должны выдавать оценку. Ну, получилось так. Но как сделать так? Где соблюсти баланс того, чтобы были интересы соблюдены этой категории и целая отрасль не останавливалась? Давайте мы каждый над этим подумаем и сделаем свои выводы. Увидимся ровно через неделю в программе «Народный контроль».